Приветствую вас, Дмитрий. Прочитал ваш текст. Давайте его разберем. По сути, вы говорите о том, что с вашей женой у вас начали ухудшаться отношения. Вот. Задолго до, ну давайте не задолго, а за какое-то время до рождения ребенка. Вот. И вы начали раздумывать о разводе. Потому что совместная жизнь с супругой была достаточно серой, как вы сказали. Но когда вы узнали о том, что у вас появится ребенок, вы эти мысли по какой-то причине решили отложить. Не побоюсь этого слова, если скажу, что все, что происходило дальше и все, что происходит сейчас, это следствие, результат вашего реакционного поведения. И, конечно, например, на личной консультации, на непосредственной беседе с вами, я предпочел бы отталкиваться от того, что вы переживаете сейчас. И разбирать то, что вы переживаете именно сейчас. И смотреть, как, например, вас задевает то, что вы переживаете сейчас. Из каких моментов, из каких проблемных моментов, из каких конфликтных моментов вырастает то, что беспокоит вас сейчас. Но, поскольку мы не беседуем с вами, то я вынужден отталкиваться напротив. От вашего прошлого, где находится такой важный элемент человеческого поведения, как выбор. Вот у вас, по сути, не сложились несколько отношений с двумя женщинами. С первой и со второй. Со своей женой и назовем ее любовницей. Хотя здесь она не совсем любовница, здесь она нечто большее явно, но, тем не менее, для простоты назовем ее так. У вас не сложилось отношения с двумя женщинами и, плюс ко всему, вы, находясь в глубоком подпитии, как вы сказали, да, распустили руки. То есть, по сути, проявили агрессию. Вы себя за это корите. Но агрессия является естественным проявлением человеческой реакции на угрозу. Естественным проявлением человеческой реакции на неприслушивание к себе, на неотреагирование того, что вы ощущаете. Вы не задумывались о том, почему, к примеру, вас интересовали угарные встречи с любовницей. Почему вам нравились пьянки или почему вы, скажем так, увлеклись страстью. Вы можете сказать, это то, чего в моей жизни не было, как вы вот писали в своем тексте, это то, чего я не испытывал, это диаметрально противоположно. Но нет. То есть, с внешней точки зрения, конечно, да, это диаметрально противоположно. Но по большому счету, по большому счету, это бег от себя. Вы, как в первых отношениях со своей женой, как в отношениях с ребенком, так и в отношениях с любовницей, вы бежали от себя. И вы продолжаете бежать от себя. Почему? Ну, смотрите сами. Есть серая жизнь с женой. Жизнь, которая вас, в принципе, не устраивает. Вам не интересен человек, как жена. То есть, вам не интересен, как человек, ваша жена. Своей жене, вероятно, вы тоже, как человек, не интересны. Но ведь вы выбрали ее. Вы женились на ней. Вы выбрали быть с ней. Я понимаю, что в какой-то момент ситуация изменилась. Но вы отказались принять тот факт, что ситуация изменилась. Вы позволили своему ребенку родиться. Нет, я не про то, что надо было уговаривать жену делать аборт. Я скорее про то, что из-за беременности вы отложили свои мысли о разводе. Я предполагаю, что раньше вы тоже из-за чего-то откладывали свои мысли о разводе. Откладывали мысли, откладывали необходимость сделать выбор. И даже когда у вас уже появилась любовница, вы все равно приходили к жене. Вы все равно были с женой до тех пор, пока не поссорились с ней. То есть, вы нормально, естественно, вы не заявили о своем выборе своей жене. Вы не сказали ей, дорогая, извини, наши отношения закончились. Извини, я в себе больше ничего не чувствую. Извини, я не хочу быть с собой. Нет, вы этого не сделали. Вместо этого вы просто нашли способ удовлетворить свои потребности. Но как вы нашли этот способ? За счет другого человека, по большому счету. Вы именно за счет другого человека временно уравновесили себя. Вот получается, что вы в какой степени идете и шли на двух костылях. Костыль жена, костыль любовница. Ну, костыль сломался. Первый костыль сломался, второй костыль сломался. Потому что и там, и там не здоровые отношения. Почему и там, и там не здоровые отношения? А потому что вы ни в одних отношениях не являетесь аутентичны. Вы ни в первых, ни во вторых отношениях. Ну, я думаю, что вы не проявляли полностью себя. Я так полагаю. А еще, мне кажется, что вы и с своей женой были вместе. Потому что она тоже удовлетворяла какие-то ваши потребности. Ну, просто потому что то, что вы описываете, как вы описываете свои отношения с женой и с любовницей, Вы знаете, это похоже на привычную модель поведения. Это похоже на модель поведения, например, страха близости эмоциональной, страха личной ответственности, и вот какой-то, знаете, я уже об этом говорил, как какой-то бег от себя. Вот, понимаете, как какой-то бег от себя. И та причина, по которой вы игнорировали, по сути, свою серую жизнь с женой, не разговаривали, ну, вы не написали об этом в своем тексте, не разговаривали с ней о том, что в ваших отношениях плохо, что вы просто задумывались о разводе, то есть, по сути, о побеге от этой серой жизни, хотя серая жизнь стала с женой в том числе и благодаря вам, и то, что с любовницей у вас сложились такие отношения сейчас, что вы ждете, что она вам напишет, то есть, по сути, что она вам что-то даст, ощущение того, что вы значены, ощущение того, что вы ценны, ощущение наполненности жизни вашей. Все это говорили вам, очевидно, другие люди, но не вы сами. А что ценно лично для вас? Что ценно лично вам? Какой вы? Что вам нравится? Что не нравится? Чего вы хотите, что вы не хотите, что вам приятно, что неприятно, что интересно, а что нет, что вы принимаете в себе, а что не принимаются. Ну вот, к примеру, вы говорите, я чувствую себя проигравшим свою жизнь. Простите, как можно проиграть свою жизнь? Ведь это жизнь, в нее не играют, в нее делают выбор, выбор это не игра. Но вы говорите, что вы проиграли, то есть, вы играли, то есть, вы воспринимаете то, что с вами произошло, как проигрыш. Но это принципиально деструктивная позиция, потому что то, что с вами произошло, это следствие вашего выбора. И вы пришли к этому только для того, чтобы испытать боль и через эту боль лично вырасти и выровнять, наконец, тот дисбаланс, который у вас есть. Вы спрашиваете, как можно эту ситуацию исправить? Но очень мало у вас субъективных элементов здесь. То есть, например, например, «Отножения ждены и стали серыми» Ваша реакция на это. Ваши действия, попытки. Причины, по которым вы стали задумываться именно о разводе. Появление ребенка. Как ребенок повлиял на ваше решение о разводе, почему вы это решение отложили. То есть, решение о разводе вы отложили, но заводите отношения на стороне, пожалуйста. Напоминает страх, если честно. Вы чего-то боитесь. Вопрос только в том, чего. Всегда очевидно, что страх здесь делает вас не свободным. Но вместе с тем и позволяет вам в итоге себя обвинять. Вот. Дальше. Отношения на стороне. Страсть. Угар. И прочее. Это, как я уже сказал, бег от себя. Вопрос включается в том, от чего именно выбежите. Кстати, то, как развивались ваши отношения с любовницей, вполне закономерная история. В этом нет ничего необычного. В том плане, что вы, по сути, не смогли жить в быту. Вы смогли жить только в празднике. Если она для вас была праздником, то на бытовом уровне с такими людьми очень сложно ужиться. Плюс ваша неуверенность в себе. Вот. Потому что вы требовали внимания. Ее внимание к себе. Вот. Неуверенность в себе усугубляла дело. Вы потеряли друзей. Или теряли свой интерес. Неприятная новость заключается в том, что если вы растеряли интересы, значит они и вашими интересами никогда не были. Тот факт, что у друзей есть личная жизнь, ничего не значит для вас, если вы с этими людьми действительно друзья. Хорошая новая новость заключается в том, что вы увидели ложь в своей жизни. Вы увидели слуху в своей жизни. Которую убрала вот эта ситуация. Точнее, убрала череда ваших выборов. Вы сейчас находитесь в неком кризисном, переломном моменте. Когда привычные модели поведения и привычная организация вашего досуга не работает. Вы либо будете делать попытки вернуться обратно в той или иной степени, либо сделаете шаг вперед. Да, там неизвестно, что будет. Там неизведанно, там страшно. Но, полагаясь на свои чувства, не подавляя их, решая свои внутренние конфликты, которые привели вас в том числе к этой ситуации, я думаю, я думаю, что вы сможете решить свою проблему. Небольшое такое, наверное, будет небольшое такое предположение, а ваши женщины, они в чем-то похожи. Ну, по крайней мере, образность ваших женщин, образ ваших женщин, как мне кажется, в чем-то похож. В чем похож? Ну, смотрите, от своей жены вы, вероятно, чего-то ждали. Когда ваша жена перестала вам это давать, очевидно, вы начали чувствовать серость жизни. Еще раз, это предположение, я не знаю, может быть, ситуация складывалась по-другому. Возможно, ваша жена, это такой вариант, идеальный, правильный вариант. То есть, вот такая жена, какая-то, ну, должна быть, по вашему мнению, у мужчин. Вот. Я не знаю, как, конечно, обстоят дела на самом деле, но выглядит это таким образом. Далее. Ваша любовница, это доминант. Она доминирует над вами. Еще я сделаю вывод, что вам нравится быть скорее ведомым, чем ведущим. Это свидетельствует, в свою очередь, о строгости вашей мамы. Либо, там, о гиперопеке ее, либо, там, что-то еще. Грубо говоря, это свидетельствует о том, что вам нужны рамки. Вам нужны рамки. Не важно, как там обстояли дела с родителями, потому что вы можете не согласиться с этим. Но вам нужны рамки, чтобы вам устанавливали эти рамки. А жена, как мне кажется, была в некоторой степени пассивной, в этом смысле. Любовница была более активной, она была более активной, она была более темпераментной, она этим вас привлекала. Но вы чувствовали себя, эм, вы чувствовали себя с ней более комфортно. Смотрите, вы говорите, у нас был великолепный, по моим меркам, интим. То есть, интимная жизнь с ней была лучше с любовницей, за счет чего? Интимная жизнь становится лучше тогда, когда человек чувствует себя в безопасности. Чем больше человек чувствует себя в безопасности, чем больше в безопасности ощущает себя человек, тем лучше у него интимная жизнь. Потому что не могут люди заниматься сексом, не ощущая себя в безопасности, ну, по крайней мере, не могут получать от этого удовольствие. Вот. И, вот с этих вот ощущения рамок, то есть, эм, с недоверия себе, недоверия своим чувствам, так называемую психологическую клаустрофобию, ой, нет-нет, эм, психологическую агарофобию, простите, агарофобию, эм, и нужно, э, исследовать и прорабатывать, э, в первую очередь. То есть, эм, грубо говоря, ваше стремление, э, себя обезопасить за счет установки рамок другими людьми, но при этом же, при этом же, рамки-то должны быть непростыми, рамки-то должны, должны быть такими, чтобы они вам нравятся, чтобы они вам нравятся. Рамки должны, должны, как бы, ображать ваше желание, рамки должны, как бы, эм, э, раскрывать то, что вы хотите. Вот, например, любовница раскрыла все, все, э, все, э, к чему вы стремились. К угару, э, э, там, к эм, ну, скажем так, некому забытию, да, некому забытию, некому забвению, вот. И, соответственно, эм, безопасности. Вообще, то, что вы, вот, э, как, эм, значит, испытывали кайф от забвения, я так думаю, что здесь имеет место элемент расщепления. То есть, эм, вот у вас есть внутренний конфликт, вас, как бы, разрывают на части. С одной стороны, я должен поступать одним образом, с другой стороны, я должен поступать другим образом. То есть, такой вот, э, такой вот процесс расщепления происходит. Это очень, эм, тяжело дается. И, возможно, отчасти, еще и поэтому серая жизнь вашей супругой, она была для вас, э, вот, тяжела. Э, ну, особенно, особенно тяжела, тяжела. Эм, вот. Эм, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Эм, понятно, что сейчас вы воспринимаете, эм, эм, свою любовницу, как, эм, спасительницу, как, избавительницу, эм, свою, от эм, своих проблем. А вы, соответственно, жертва. И, поскольку вы жертва, то вам необходимо взять личную ответственность, эм, за то, что происходит именно с вами. Взять личную ответственность за то, что вы чувствуете, за то, что вы хотите. Потому что и агрессия, и пьянки, и серость жизни, и, эм, эм, неудачи ваши, в том числе и, вот, эм, интерпретация этой неудачи, как прогресс, эм, является следствием, эм, безответственного отношения к своей эмоциональной сфере. К обесцениванию ее, к тревожности вашей, которая является, по сути, эм, следствием того, о чем я говорил. Эхм. Эм, и, таким образом, эм, ваш вопрос. Значит, эм, как отказаться от скулежа? Никак. Эм, нужно раскрыть желание стоящего за ним, и самостоятельно его реализовать. Эм, как принять себя? Эм, вот это хороший вопрос. Как принять себя, а не свой образ? Эм, смотрите. Во-первых, эм, нужно понимать, что непринятие себя возникает на основании нескольких элементов. Первое. Это оценка. Эм, оценка, эм, это такой внутренний эм, голос, который, эм, постоянно ведет с вами беседу, и, который, по факту, доминирует. То есть, вы что-то хотите, но вы оцениваетесь, сомневаетесь и прочее. С ним нужно, с ним нужно разобраться и договориться. Второе. Эм, прийти к мысли, что не принимать себя, вы не можете. У вас нет выбора. Эм, и третье, это потихонечку, эм, действовать так, как хочется вам. В той части, которую вы не принимаете. Ну и, смотрите на результат. Смотрите на результат. И, когда результат будет, вам, по-другому это понравится. И, я думаю, что, эм, я думаю, что вы уже не сможете по-другому жить, по-другому действовать. Следующее. Эм, непринятие себя, это определенные эмоции, это определенные впечатления, это определенные воспоминания. Это, по большому счету, эм, восприятие многих вещей на свой счет. К примеру, какой-то человек ругается на вас, эм, и вы, эм, чувствуете себя виноватым. Но вы здесь ни при чем. Вы знаете, что вы ни при чем. Например. Но, чувствуете себя виноватым. Это значит, что, что человек, который на вас кричит, запускает некую цепную реакцию, воспоминания, которые ведут вас к, эм, чувству и убеждению внутреннему, что вы виноваты. Потому что, когда-то, у вас были наручены личные границы. Это вас травмировало. То есть, по сути, по сути, это такие вот травмы, когда ваша личная граница нарушалась. Когда люди, я так полагаю, близкие родственники, либо просто значимые люди, перекладывали на вас ответственность за то, что вас не касалось. Корректировка этого также приблизит вас к принятию себя. Но вообще, принятие себя, это, эм, никогда не завершающийся путь. То есть, это, это постоянный путь. Это путь на всю жизнь. И он не может быть завершен на 100%. Но стремиться к этому, безусловно, нужно. Потому что всегда у вас будут, у вас будет совесть, и всегда будет у вас мораль. Только нужно понять, что мораль – это полная чушь, а совесть, она бывает разной. Бывает совесть ваша, и она, как правило, апеллирует к опыту, и к действиям, и к выводам. А бывает совесть чужая, которая апеллирует к самобичеванию, обвинению и прочее. И вот от такой совести тоже нужно избавляться. На когнитивном же уровне речь идет об изменении ваших когнитивных установок деструктивных, которым вы привыкли следовать. И коррекции, коррекции ваших представлений о себе и об окружающем мире. Коррекция представлений о семейных, любовных и интимных отношениях. Коррекция представлений о своих, может быть, чувствах, эмоциях и так далее, своих желаниях. Такая вот история, Дмитрий. Значит, на этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.